Практически каждый день на Землю попадает около 6 тонн метеорного материала. К нам прилетают осколки астероидов и аналогичные обломки, состоящие из камня, железа и никеля. Некоторые метеориты попали в новостные издания, а одному 65 миллионов лет назад удалось изменить жизнь на Земле, вырвав из истории планеты страницу под названием «Динозавры». К счастью, это бывает редко. В 1992 году метеорит размером с шар для боулинга влетел в подъездную дорогу в Пикскеле, штат Нью-Йорк. С громким ударом камень оставил вмятину на припаркованном Chevrolet Malibu 1980 года. Кроме машины, никто не пострадал. Метеорит Гоба считается самым большим в мире известным неповрежденным, прилетевшим из космоса, куском железа весом около 90 тонн. Самым странным аспектом является то, что после падения он не оставил кратер. Ученые предположили, что массивный камень, по-видимому, замедлился, когда проник в атмосферу Земли. Вероятно, его скорость настолько снизилась, что Гоба практически спокойно приземлился на территории Намибии почти 80 тысяч лет назад, где и был найден в 1920 году. При первом обнаружении на поверхности виднелась лишь небольшая часть метеорита. Присутствие редкого радиоактивного изотопа никеля помогло экспертам определить возраст метеорита, от 190 до 410 миллионов лет. Он прекратил свое путешествие в космическом пространстве, как только упал на Землю. Этот огромный кусок металла по имени Гоба, прилетевший к нам из космоса, и состоящий из железа и никеля со следами кобальта, никогда не перемещался с места приземления. Он также никогда специально не взвешивался. Однако считается, что во время прибытия на Землю его масса составляла почти 90 тонн, а по данным 1920 года его вес был примерно 65 тонн. Со временем гигантский внеземной кусок металла потерял почти 6 тонн. В этом виноваты не только научный отбор и эрозия, любопытные туристы тоже приложили руку к уменьшению размеров метеорита, скалывая кусочки на память о железном пришельце. В настоящее время метеорит Гоба является туристической достопримечательностью Намигии. Конечно, это не первое место, которое вы захотите посетить, планируя свое следующее великое путешествие. Но где еще вы сможете увидеть самую большую железную скалу на Земле, если не в Намигии?